Московская областная дума активно борется с проблемой обманутых дольщиков. Там прошло первое заседание рабочей группы по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства и мониторингу состояния завершения строительства проблемных объектов. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы, представители комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области, правительства Московской области, министерства строительного комплекса Московской области, муниципальных образований и общественных организаций, а также инициативные группы пострадавших граждан соинвесторов. В ходе заседания участники обсуждали ряд значимых вопросов по совершенствованию федерального и регионального законодательства в части проработки эффективных механизмов защиты интересов дольщиков Московской области. Бор должен сидеть в тюрьме. Давайте его посадим. Почему, если квартиры человек не передает и обязан передать, почему нет уголовной ответственности? Почему у прокуратуры и у нашего МВД такая сложная дорожная карта? Потому что они практически преднамеренные банкротства сегодня доказать-то не могут. То есть ввести уголовную ответственность. Заместитель министра строительного комплекса Московской области Евгения Соколова в свою очередь рассказала о законодательных инициативах, разработкой которых займется рабочая группа. Мы собираемся и уже получили одобрение внести поправки в наш областной закон о бесплатном предоставлении земельного участка тому застройщику, который берет на себя обязательства по достройке проблемного объекта. То есть тем самым мы снимаем для него экономическое бремя и оптимизируем его затраты на проблемный объект. Евгения Соколова также подчеркнула, что в срок до 1 августа в Минстрой России будет представлена дорожная карта по завершению строительства проблемных объектов на территории Московской области. Всего в регионе насчитывается 24 таких объекта. Член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов уточнил, что фактически в области являются долгостроями 92 объекта. По его словам, по 30 из них решения уже приняты и работа ведется. По итогам мероприятия было решено, что рабочая группа будет проводить выездные заседания в муниципалитетах, в ходе которых ситуация с каждым проблемным объектом будет индивидуально обсуждаться с представителями правительства региона, муниципалитетов, депутатами Мособлдумы и пострадавшими соинвесторами. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.